Привет, Алекс! Хай! Что будем тренировать сегодня? Я научу вас медленному силовому выходу на две. Ого, звучит круто, покажешь? Вот как он выглядит. Подожди, подожди, что? Это очень простой элемент, если вы можете потянуться хотя бы там 15 раз, то этот элемент вы сделаете практически с первой попытки. Алекс, это вообще не медленный выход силы. Кстати, этот элемент могут выучить даже те, кто не умеет обычный выход на две, то есть вот такое бум. Это разновидность выхода на кистях, и именно по этой причине даже девочки могут без труда его выполнить. Когда мы говорим про медленный выход силы, то под медленной частью мы понимаем именно момент проворота кисти, потому что нет ничего сложного в том, чтобы медленно подтянуться. Нет ничего сложного в том, чтобы медленно выжать себя на турнике. Самое сложное это провернуть кисть, когда у вас запястье находится под перекладиной, в положение, когда запястье находится над перекладиной, или хотя бы на уровне перекладины. В отличие от обычного выхода силы, когда вы делаете мощный стартовый рывок, и он дает вам импульс на движение вверх, за счет которого вы можете приотпустить кисть и провернуть запястье спокойно, без напряжения. В медленном выходе никакого импульса нет, и поэтому момент проворота требует гораздо большего количества силы мышц. Именно поэтому медленный выход силы считается намного более крутым, чем обычный выход силы. Но то, что показывает Алекс на своем ролике, это немедленный выход силы. Да, он медленно подтянулся, да, он медленно отжал себя от турника, но в стартовом положении у него запястья уже были на той высоте, которая позволяет ему сделать выход силы, то есть перевести локоть в положение отжимания от перекладины. Просто чтобы вы понимали, вот перекладина, вот вы висите внизу. Как бы вы ни старались, сделать выход вы не сможете. До тех пор... Еще раз. Вот перекладина. Вот вы на ней висите. Как бы вы ни старались, вы не сможете сделать выход до тех пор, пока ваше запястье не окажется хотя бы на уровне, на одном уровне с перекладиной. Тогда вы можете поднять локоть. До тех пор, пока ваше запястье под перекладиной, локоть вы никуда поднять не сможете. В этом и заключается вся сложность медленного выхода силы. И это я сейчас еще не говорю о том моменте, что выход с ложного хвата или с глубокого хвата значительно уменьшает рычаг, тем самым также очень сильно облегчая процесс выполнения выхода силы. И тем не менее, в интернете есть огромное количество фитнес-блогеров, которые публикуют свои ролики с медленными выходами и даже обучалки по этим самым медленным выходам. Чем не сказано, меня веселят. Если вы хотите посмотреть, как на самом деле выглядит выход силы, медленный выход силы, посмотрите вот на это видео. Так что я не то чтобы просто хейчу, ребят, ни за что. Я действительно выступаю за качественную технику и называние вещей своими именами. Если есть медленный выход, это медленный выход. Если выход на кистях, это выход на кистях. Теперь вы знаете разницу, и очередному ютуб-блогеру не удастся вас так просто провести. А на самом деле хочу сказать, что Алекс очень классный чувак. Обязательно посмотрите на его канал, у него много полезных видео. Я надеюсь, что как-нибудь либо мы приедем к нему в год и потренируемся вместе, либо он приедет к нам, и мы потренируемся вместе, потому что это должно быть клево. Если вдруг у вас есть какие-нибудь вопросы по тренировкам, или я могу быть еще чем-либо полезен, то пишите комментарии, а я постараюсь снять ответное видео. С вами был Антон, канал StreetForkout. Пока!